В полдень на Ратушной площади раздался долгожданный залп пушки, давший сигнал к официальному открытию Дня города. Выступивший с коротким приветственным словом исполняющий обязанности мэра столицы Тавиас, отметил, что с обретением в такой же майский день в далеком 1248 году любикского права, гарантировавшего жителям Таллина равные права и обязанности с жителем Любика, по сути, тогда-то и началась интеграция Таллина в Европу. В этом году Таллин отмечает день города в юбилейный 15-й раз, а значит и отмечать нужно такую дату с размахом. Отсюда и идея испечь крендель длиной в 15 метров, а его сплетение символизирует сплоченность горожан. Кстати, о дружбе и единстве сплоченности им было уделено особое внимание. Первый раз за всю историю города из пушки стрелял не мэр, а исполняющий его обязанности, что вызывало несколько двойственные чувства. К сожалению, он действительно до сих пор не на работе. И, конечно, это, так скажем, очень-очень странно уже все, что происходит. Потому что действительно уже прошло 8 месяцев и никаких известий, как и что. То есть это, ну скажем так, это очень-очень странно. Однако не только весельем был наполнен День Таллина. В столичном культурном центре Ленда Киви прошел показ продублированный на русский язык первой серии сериала «Процесс Сависара». Рассчитанный на 250 человек зал не сумел вместить всех желающих посмотреть нашумевший сериал. И сотрудникам пришлось искать дополнительные стулья. Главного героя мэра в изгнании Эдгара Сависара и на просмотре фильма, и на встрече почетных граждан города зрители встречали громкими аплодисментами. А задавая вопросы, обращались к господин мэр. Тем самым подчеркивая, что вне зависимости от нынешней ситуации для своих избирателей Сависар все равно мэр. Фильм называется «Процесс Сависара». Он балансирует между реальностью и вымыслом, проливая свет на то, кто, как и почему преследует лидера центристов. Я рад, что и сам в нем сумел принять участие. Вообще, нынешний праздник дал городским властям возможность продемонстрировать сплоченность. Ведь накануне праздника появились публикации о том, что некоторые городские чиновники предлагают Сависару перейти просто в горсобрание. Тем важнее было продемонстрировать единение, а также поддержку наиболее уважаемых людей столицы. Именно в этот день традиционно получили признание и удостоились знака почетных горожан, те люди, чей вклад в развитие Таллина, а именно в культуру, науку, политику, был наиболее значим. Они не только вспоминали свое первое знакомство с городом, но и рассуждали на тему будущего. Что же еще можно сделать в Таллине, как помочь ему развиваться дальше? Мы очень редко находимся где-то в Старом Городе. Но наши пути лежат не туда. Наши же для туристов. Да, это для туристов. Но когда мы сюда попадаем, здесь все равно прекрасно. Что можно сделать за пределами Старого Города? Что угодно. Лишь бы вот каждая часть города имела свое лицо, имела свои традиции, свои ритуалы, обряды, вот как это водится. И чтобы люди, которые живут в этой части города, они бы тоже ощущали, что это мой Таллин. В области градостроения, в области улучшения инфраструктуры Таллин очень достойно выглядит. Ну, не считая, может быть, дорог. А вот в области социальной политики, я понимаю, что это не от города зависит. Но этот бы миллион или миллиард лучше бы дал на нужды и пенсионеров, и тех людей, которые временно испытывают недостаток отсутствия работы и так далее. Особой наградой премии за самый весомый вклад в культуру удостоился эстонский режиссер, актер и сценарист Арво Круземент. Около 25 лет он работал на киностудии Таллинфильм, а его фильм «Весна» 1969 года по одноименному произведению Оскара Утса. В 2012 был признан лучшей эстонской кинолентой 20 века. Впервые я увидел столицу в 1938 году. Меня привез отец вместе с братом. И тут для меня открылась удивительная картина. Я никогда в жизни не видел более красивого, потрясающего города, ведь я был сельским мальчишкой. И я до сих пор помню свое впотрясение. И до сих пор я очень люблю Таллин, поэтому здесь и живу. Такие же чувства разделяют и пришедшие на праздник горожане и друзья Таллина со всего мира, которые привезли в качестве подарков удивительные номера, которые представили зрителям на концерте друзей. Никатина Плехова, Юрий Вельтри, Первый Балтийский канал. Никатина Плехова, Юрий Вельтри, Первый Балтийский канал.